смарт-браслет от компании huawei который оснащен слегка изогнутым экраном с технологией always on display большим количеством технологий для мониторинга здоровья также данная модель совместима с android и ios устройствами имеет отличное время автономной работы до 14 дней быструю зарядку которая позволяет зарядить смарт-браслет всего за 45 минут поддержку уведомления входящих вызовах большое количество циферблатов и обо всем этом нам заявляет сам производители в рекламе к смарт-браслету huawei band 8 и как вы понимаете это прямой конкурент mi band 8 будет ли сравнение зависит от вас пишем в комментариях интересно ли вам такое но как на самом деле дела обстоят у данной модели тем более глобалку уже начали продавать как раз сегодня я сейчас вам расскажу полетели распаковка поставляется данная модель в небольшой белой упаковке с названием изображением модели а также краткими характеристиками пакинг стандартный в комплекте мы имеем сам смарт-браслет со съемным ремешком зарядное устройство с двумя пинами заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем последнее это краткое руководство вес смарт-браслета 24,4 грамма легче на 4 грамма чем седьмая версия а габариты 25,1 на 44,5 на 9,7 миллиметра ширина ремешка 19 миллиметров 7 обзоров неделю выгружая ежемесячно разыгрываю 5 mi band 7 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео помимо этого в этом месяце еще пока f5 разыгрывается условия конкурсах в описании не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок там много всегда всего полезного тем более скоро распродажа на али телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме на лайв канале перейдем же к смарт-браслету полетели поставляется huawei band 8 в изумрудной зеленой розовой черной расцветки корпуса дизайн смарт-браслета особо не отличается от дизайна huawei band 7 новая модель стала слегка меньше в толщину и более квадратный и скажем так бенды от huawei они больше позиционируют себя внешне как умные часы чем как браслет во всяком случае по форме они часы больше напоминают корпус смарт-браслета выполнен из матовых полимерных материалов ремешок силиконовый с обхватом запястья от 130 до 210 миллиметров ремешок выглядит интересно так как он наполовину прозрачный по качеству неплохой а сборка самого смарт-браслета хорошая на мужской руке как и на женской смарт-браслет смотрится аккуратно запястье под ремешком не потеет ремешок не натирает при носке huawei band 8 не ощущается спать в нем очень комфортно на корпусе расположили краткую информацию два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья из датчиков на борту акселерометр гироскоп компас и оптический датчик частоты сердечных сокращений далее также на корпусе есть физическая кнопка нажимается она приятные люфт у нее отсутствует нажав на нее можно перейти к меню или совершить возврат переназначить команду нельзя фронтальной части находится слегка закругленный amoled дисплей на одну целую 47 сотых дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей плотность пикселей 282 пипя и рамки у huawei band 8 есть но они небольшие а вот подвородок не из маленьких цветопередача насыщенная картинка четкая скроллинг довольно плавные перемещаться по интерфейсу удобно не скажу что на первый взгляд есть сильные изменения в работе устройства но они есть яркости при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью достаточно автояркости на борту нет но есть функция авто уменьшение яркости в ночное время интерфейс доступен на английском языке но уведомление приходит на русском время до отключения экрана максимум 20 секунд чего маловато а также есть авторежим функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут always on display на борту но работает он очень странно так как иногда при включении экрана он горит постоянно а в других случаях моментально гаснет недопиленно еще по стиля аода зависит от циферблата встроенных стиле аода нет как было в huawei band 7 и в каком-то смысле это файл так как циферблат у которых нет фирменного аода используют один стандартный always on display активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо и круто что теперь можно выбирать что именно будет загораться always on display или циферблат разбудить экран можно нажав на него как и выключить его накрыв ладонью установить пароль на смарт-браслет возможность есть как и включить режим не беспокоить по свайпам с главного экрана все стандартно сверху вниз это панель быстрого доступа в которой можно воспользоваться будильником секундомером фонариком перейти в настройки не только снизу вверх уведомления слева направо huawei assistance погода и музыкальным плеером справа налево виджеты которые можно персонализировать но по минимуму на данный момент и сортировать меню тоже нельзя в меню есть тренировки запись тренировок статус тренировки с показателем в 2 макс измерения пульса sp2 активный сон стресс дыхательные тренировки музыкальный плеер с помощью которого можно переключать треки регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне но загрузить музыку на сам смарт-браслет не получится что неудивительно далее погода с прогнозом на неделю таймер и секундомер с возможностью работать фоновом режиме будильник который можно устанавливать прямо со смарт-браслета фонарик поиск телефона bluetooth кнопки я не обнаружил скорее всего она доступна со смартфонами huawei летим дальше bluetooth версии 5.0 операционная система harmony с версии 3 1 у меня модель с nfc для нас он бесполезен как примеру alipay или бэйксин но возможно через костыли можно будет завести ключи к примеру но я так не думаю тренировок на борту более 100 режимов стандартно huawei band 8 могут отслеживать плавание определять активность есть напоминание о необходимости встать и размяться встроенного gps нет и навигация происходит за счет gps а на смартфоне во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером разумеется загружать на браслет ничего нельзя добавили функцию передачи данных пульс а стороннему bluetooth устройству только на данный момент я не нашел способа как использовать эту функцию напишите может быть кто-то нашел браслет может измерять пульс кислород в крови мониторит сон и уровень стресса используются обновленные технологии такие как труслип трусин тру спорт и тру релакс пульсу воздуха как кислород в крови не нащупывают пульс измеряется в ручном режиме или в авторежиме sp2 измеряется в авторежиме в состоянии покоя или вручную как измерение уровня стресса не скажу что измерение состояния здоровья стало заметно корректнее если сравнивать с huawei band 7 но последний раз когда я тестировал huawei band 7 с новыми обновлениями он показал себя отлично в плане мониторинга здоровья как принципе новенький huawei band 8 также есть хэлф ливен для развития здоровых привычек сон мониторит отлично как и все фазы сна далее входящий звонок можно сбросить или воспользоваться быстрыми ответами так должно быть но на данный момент возможности ответить заготовкой на звонок возможности нет вибромоторах хуже чем уме band 8 но силу вибрации настроить можно и от семерки он не отличается уведомления приходят моментально отвечать на них нельзя в отличие от huawei band 7 иконки приложения отображаются вот смайлики по-прежнему нет далее полный цикл зарядки занимает 52 минуты в обыкновенном сценарии использования совсем мониторингом здоровья 50 процентами яркости но без always он дисплея и без автоопределения активности они прожили у меня шесть с половиной суток за сутки уходит среднем 15 процентов с включенным always он дисплеем смарт-браслет проживает не более трех суток водонепроницаемость класса 5 атмосфер я окунул смарт-браслет воду по итогу с ним ничего не произошло функционал остался рабочим плавать с ним можно как и принимать душ летим дальше приложение стандартное для huawei а именно здоровья смарт-браслет можно подключить и к ios устройством в приложении есть пять вкладок основные это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами на главной странице часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах магазин с циферблатами бесплатных циферблатов более чем достаточно любую фотографию можно установить и воспользоваться персонализированными циферблатами циферблатами с простенькой анимации а также есть циферблаты с быстрым доступом к определенным приложением к примеру измерению пульса тренировкам и так далее далее складка с анализом пульсовой зоны аритмии настройка мониторинга здоровья настройка уведомлений будильника погоды и быстрых ответов поиск устройства также есть возможность включить функцию при которой приходит уведомление об отключении bluetooth работает это дело исправно обновить прошивку в приложении можно и мне прилетало около двух обновлений сразу же после подключения смарт-браслета к приложению но как вы поняли что все еще не допилили минусы нет bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки на других android смартфонах не на huawei не отображаются смайлики не отображаются быстрые ответы на звонки кардинальных изменений о прошлых моделей также нет вибромотор как был слабеньким так и остался ко всему вибрацию некоторых пользователей совсем вообще не работают и глобальная версия только появилась цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео я добавлю как на китайскую версию так и на глобал если промокоды смотрите моем telegram канале также по ссылке в прикрепленном комментарии не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал всем кто подпишется на этот канал огромное спасибо резюмирую умный браслет huawei band 8 как я уже говорил не сильно отличается от huawei band 7 но хочу отметить что некоторые моменты которые являлись минусами в huawei band 7 в но мои модели пофиксили к примеру у семерки при поднятии запястья с включенным always on дисплеем нельзя было выбрать что будет загораться а вот или циферблат при этом в huawei band 8 еще сырое по нельзя отвечать на уведомления надеюсь что с прошивками это дело допилят также как обещают что у китайской версии при появлении глобалки появится русский язык но лучше разумеется брать глобалый девайсу на данный момент нет так как он сыроват в перспективе думаю через месяц скорее всего будет до пишем на глобалку делать обзор или нет добра и удачи вам дорогие друзья